Первый месяц осени принесет не самую плохую выборку интересных проектов. Например, в этот раз нам предлагают перепройти The Last of Us похорошевшей графикой, сразиться в стиле Souls в Париже 1789 года, вернуться на остров мартышек, побегать в футсим, а также принять участие в бете Modern Warfare 2. Все зависит от того, в какой мир ты захочешь погрузиться при знакомстве с грядущими новинками. Поэтому мы с вами пробежимся по всем самым громким релизам и попробуем разобраться, на что из достойного стоит обратить внимание, в выпуске «Во что поиграть за сентябрь?». Но перед тем как начать, обязательно поддержите ролик лайком и подпишитесь на канал, если тут впервые, и поехали разбираться. В Battlefield 2042 начался второй сезон. Он называется Master of Arms и добавит немного контента. Во-первых, новая карта Stranded. Бойцы отправятся на пустынное побережье Панамы. Центральным местом перестрелок станет выброшенный на берег контейнеровоз. Во-вторых, новый боевой пропуск, 100 уровней, платные и бесплатные варианты. Косметика, но куда интереснее новый специалист, оружие и техника, которые доступны без доната. Знакомьтесь, Чарли Кроуфорд. Он будет наводить шорох на поле боя при помощи стационарного минигана, выкашивающий пехоту и легко бронированную технику. В-третьих, новая техника, быстрая и высокоманевренная бронированная машина. Ну и наконец, целый набор нового оружия и девайсов. АМ-40 – штурмовая винтовка в корпусе от ПП, идеально подходит для ближнего боя. Авансис – пулемет, созданный из полимеров и трехмерной печати. ПФ-51 – пистолет-пулемет с магазином от легендарного П-90. На огонек основной игры заглянут винтовки из третьей батлы и не только. А чтобы применять свои пушки эффективнее, в игру закидывается флешка, временно дезориентирующая. Теперь из меню доступны все игровые режимы, без нужды переключаться между ними. Говоря о режимах, в игру перманентно возвращают режим штурм. Такими темпами, может, скоро что-то и получится из этой игры. The Game выйдет 1 сентября. Симулятор с видом от первого лица, созданный по мотивам известного шоу «Разрушитель легенд». В игре вам предстоит ставить эксперименты и лично проверять достоверность самых разных мифов. При этом придется самому закупать нужные детали, строить из них различные устройства, а вместе с этим улучшать персонажа и исследовать разные научные направления. Но при этом нужно внимательно управлять бюджетом и инвентарем. Прежде чем проводить эксперименты, нужно удостовериться, что всего хватает. Разгадав каждый миф, можно перейти на следующий уровень, а видеоредактор позволит создать свой собственный эпизод разрушителей. The Last of Us Part 1. Релиз состоится 2 сентября. Во многих отношениях ремейк культовой игры не произвел хорошего впечатления. Тем не менее, перевыпуск немного расширит оригинальные механики Ластухи, которые к тому же будут дополнены геймплейными улучшениями из второй части. Внимание уделили моделям персонажей и лицевым анимациям. Авторы обещают, что теперь можно уловить даже самые мелкие изменения в эмоциях и мимике. В ремейк добавили искусственный интеллект противников и напарников из второй части. За счет этого сражения должны стать более напряженными, а союзники начнут вести себя более логично и, к примеру, могут спрятаться, если поймут, что скоро окажутся в поле зрения врага. Однако, этого практически не видно. Искусственный интеллект ведет себя примерно так же, как и раньше. Да и анимации ближнего боя, например, те же, что были в оригинальной игре, хотя они теперь выглядят более плавными. Структуру уровней не меняли, однако локации и в целом мир стали более детальными за счет улучшенного освещения, продвинутой системы растительности и эффектов. Также, немного переработали физику. Пули теперь могут разрушать бетон и другие объекты окружающей среды. Из второй части в ремейк перекочевал режим с перманентной смертью и крафтинг, ну а в спидранмоде будет постоянно виден таймер. Можно включать озвучку всех катсцен, и тогда диктор будет описывать все, что происходит. Также были добавлены опции доступности. Кроме того, появился улучшенный фоторежим. Среди прочих нововведений есть доп. скины одежды для Джоэла и Элли, скины оружия и режим с детальным просмотром моделей. В ремейке будет поддержка фич дуалсенс вроде вибраций и адаптивных курков. Как я уже говорил сто раз, уверен, что ремейк и ремастер вряд ли сможет стать совершенно другой игрой. Потому что это лишь обновление графики, ну а ценник в 70 долларов никуда не делся. Но я надеюсь, что немного похорошевший геймплей сможет как-то скомпенсировать недостатки. Disney Dreamlight Valley с 6 сентября в раннем доступе. Приключенческая аркадная песочница, гибрид симулятора жизни и приключенческой игры, богатый квестами, исследованиями и увлекательными мероприятиями с участием друзей Disney и Pixar. Когда-то идиллическая земля Долина Дримлайт была местом, где герои жили в гармонии, до забвения. Ночные шипы росли по всей земле и разорвали чудесные воспоминания, связанные с этим волшебным местом. Безнадежные обитатели Долины Света Снов, которым некуда было идти, спрятались за запертыми дверями в замке снов. Вы сможете начать свое приключение в долине, но ваше путешествие способно увести вас в бесконечности дальше. Исследование того, что таится в лесу доблесть и отправление в самые глубокие пещеры, принимая вызовы от культовых героев и злодеев Disney и Pixar. Игра, конечно, на любителя, но почему бы так сказать и нет. BioMutant появится 6 сентября на приставках этого поколения. Experiment 101 решил выкатить свой постапокалиптический экшен с открытым миром на PS5 и Xbox Series. Версия для наиболее актуальных игровых устройств Sony и Microsoft получит поддержку HDR, разрешение 4К и режима 60 FPS. Так, на PS5 игра получит поддержку особенностей DualSense и функции справка по игре. Обладателям игры на PS4 и Xbox One платить за апгрейд не нужно, а сохранение разрешат перенести в новые версии. Игра хоть и не блещет оригинальностью, но играется вполне неплохо, учитывая, что она получила несколько крупных патчей, которые немного улучшили геймплей и производительность. Если у вас есть консоль текущего поколения и сама игра, то почему бы и не поиграть? Hyper Violent тоже выходит в раннем доступе с 8 сентября. Приключенческий шутер в жанре научной фантастики и элементов хоррора. Это жестокий динамичный олдскульный шутер в стиле классических 3D-игр на основе спрайтов 1990-х годов. Отреагировав на сигнал бедствия с астероида Commodus 27C в удаленной горнодобывающей колонии, вы оказываетесь в эпицентре жестокой вспышки среди ее жителей. Вам предстоит разгадать секреты станции, ища ответ на безумие в ее сложных коридорах. Вы сможете уничтожать своих врагов с помощью множества огнестрельного и холодного оружия, которые можно использовать в почти бесконечных комбинациях, и поднять насилие на новый уровень с поддержкой многопользовательской игры до 30 игроков в различных захватывающих игровых режимах. Justice Sucks релиз состоится 8 сентября. Самая необычная игра в нашей подборке — симулятор робота-пылесоса, который пытается защитить квартиру от вломившихся в нее грабителей. Убивать пылесос способен множество способов, в первую очередь ему поможет окружение. Робот легко взламывает электронное устройство и обрушивает на врагов вентиляторы, закрывает двери так, чтобы они кого-нибудь разрубили, заставляет провода искриться и много чего еще. В конце концов, он может прикрепить к корпусу пистолет и палить по врагам. Если запахнет жареным, всегда можно забраться под кровать и переждать. Steel Rising. Выход запланирован 8 сентября. Приключенческий ролевой экшен с видом от третьего лица от Spider, создателей Gritfall. События игры разворачиваются в альтернативном 1789 году в Париже, когда революция была подавлена механической армией короля Людовика XVI. Сюжет ролевого экшена расскажет про эту мятежную девушку-робота, которой предстоит дать отпор механической армии короля и изменить ход истории. Игрокам достается роли гиды — робота-телохранительницы королевы Марии Антуанетты, которую создали в 1789 году. В прошлом она была придворной танцовщицей, а ее арсенал насчитывает 9 типов оружия. Помимо механического аспекта, который отражает возможности для апгрейда и модернизации, авторы очень хотели наполнить главную героиню Грацией, а также умело вплести это в игровой процесс за счет динамичных боев в воздухе и вертикальности уровней. По заверениям разработчиков, эгида получилась ловким элегантным персонажем. Игроки смогут частично кастомизировать эгиду. Разработчики обещают динамичный геймплей, в рамках которого победа над боссами откроет новые возможности. Автор издания IGN сказал, что в динамике новый проект от Spiders выглядит не так хорошо, как игры From Software, но здесь на помощь приходит сам антураж SteelRisen. В мире игры все основные персонажи являются роботами, поэтому рваные анимации в боевых столкновениях выглядят вполне гармонично. В общем, исходя из слов поигравших, эта игра является достойной данью уважения играм From, несмотря на более низкий бюджет и шероховатости. Splatoon 3 выйдет 9 сентября. Продолжение соревновательного динамичного аркадного шутера. Третья часть предложит вам новые боевые арены для сражений 4 на 4 и оружия, которого еще никогда не было в серии. В компании вам предстоит узнать, что означает возвращение молокоедов. Новые динамичные приемы помогут вам уклоняться от атак и покрывать большие расстояния, а новое оружие, напоминающее лук, позволит еще эффективнее плюхать врагов. В центре событий подросток из Плюхтона. Действие развернется в новом жарком регионе под названием Плюхтоне. Это испепеленная солнцем пустыня, где обитают закаленные в боях Инклингли и Осмолинги. Нам обещают кампанию, улучшение боя за район, новые приемы арены и коп-режим Selman Run. Разработчики обещают много нового оружия, новые режимы, стили и другие элементы. Пострелизное обновление принесут с собой новые арены, 12 на запуске, сезонные каталоги каждые три месяца в течение минимум двух лет и режимы. Также планируется крупный платный аддон. Кстати, я уже немного поиграл, по первым впечатлениям это вторая часть, но с крупными бафами. А вот что будет на релизе, еще предстоит узнать. NBA 2K23 выйдет 9 сентября. Что тут сказать, ежегодный спортивный симулятор по баскетболу в популярной серии NBA 2K. В игре вас ожидает полностью переработанная графика с использованием последних технологий, а также рейтрейсингом. Еще игра получит не только ускоренную загрузку и графические улучшения, но также совершенно новый саундтрек и игровые режимы. Ну а самое главное улучшение для разрабов — дикий ценник в 70 долларов. Metal Hellsinger. Релиз 15 сентября. Необычный шутер от первого лица с элементами ритм игры в стиле последних частей Doom, в котором ваш успех зависит от умения сражаться в унисон с музыкой. Чем точнее вы попадаете в такт, тем выразительнее звучит музыка и тем более разрушительными становятся ваши атаки. Игрокам предложат примерить на себя роль некой безымянной, одержимой жаждой мести получеловеком-полудемоном. Предстоит сражаться в жутких уголках ада и уничтожать орды демонов и их предводителей. В конце игроков ждет схватка с опасной алой судьей. Также авторы написали свои композиции при участии известных вокалистов Metal Group. Отмечается, что в озвучке принял участие известный актер Трой Бейкер, который известен игрокам по своим ролям в популярных играх. Например, Джоэла во второй ластухе. Бета Call of Duty Modern Warfare 2 начнется 16 сентября. Игроки PlayStation, как и раньше, получат ранний доступ. Итак, для Плойки бетка пройдет уже 16-17 сентября. А с 18 по 20 сентября доступ будет открыт для всех игроков PS4 и PS5. Главное, что PS Plus для участия не потребуется. Второй уикенд беты состоится на всех платформах и предложит функцию кроссплея. С 22 по 23 сентября стартует ранний доступ для предзаказавших на Xbox и ПК. Плюс продолжится открытая бета на Плойке. А в выходные с 24 по 26 сентября бета откроется для всех игроков на всех платформах. С тех пор компания была куплена Microsoft, но еще неизвестно, как долго продлится сделка с PlayStation. Одна из карт для беты представляет собой городскую гоночную трассу Марина Бэй в Сингапуре и предназначена для матча 6 на 6. Вторая является некой промзоной или территорией завода. Напомню, сюжетка Modern Warfare 2 выйдет на неделю раньше. Предзаказавший шутер получит ранний доступ к одиночному режиму уже 20 октября. Хотя, кооператив и мультиплеер выпустят в срок 28 числа. Return to Monkey Island появится 19 сентября. Новая часть культовой серии приключенческих квестов про пиратов Monkey Island. С последней битвы между Гайбрашем Трипвудом и его заклятым врагом-пиратом-зомби Личаком прошло много лет. Элейн Марли и его единственная любовь отвлеклась от управления островом. А сам Гайбраш так и не раскрыл тайну острова Обезьян и просто плывет по течению. Юные пиратские капитаны во главе с капитаном Мэдисон отстранили от власти старую гвардию. На острове Резни дела идут все хуже, а знаменитый Стэн попал в тюрьму за рекламные преступления. Издевайтесь над старыми друзьями и новичками, не забывайте, что знакомые острова под новым руководством стали опасней. Отправляйтесь в открытое море и исследуйте новые неизведанные места. Между Гайбрашем и Славой стоят хитроумные головоломки, причудливые ситуации и сокрушительные действия врагов. Солстис, релиз 20 сентября Приключенческий ролевой экшен с элементами слэшера с видом от третьего лица в жанре фэнтези. Равновесие в Святом Королевстве Кейдос нарушилось, когда из-за завесы пришли дикие и могучие свещества, называемые призраками, намеревавшиеся пожрать всех живых. Призраки меняют своих жертв и могут даже вселиться в их тела, обращая несчастных в неугомонных чудовищ, охочащихся на мирных людей. Защитить человечество могут лишь химеры – воины-гибриды, рожденные от союза двух душ. Главным персонажем выступают сестры Бриар и Люд, ставшие химерой, обладающие уникальными способностями. В то время как одна сестра имеет нечеловеческую силу, другая может использовать мистические навыки. Среди особенностей вас ожидает наличие грозных боссов, настраиваемые способности оружия, головоломкие секреты, мир в мрачном сеттинге, а также хардкорные битвы с врагами разных классов. Запуск серверов World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic начнется с 26 сентября. Аддон для классической версии. По моему мнению, а также мнению большинства игроков, лучший аддон за всю историю WoW. Поэтому не удивлюсь, если сервера лягут в первые минуты после запуска. События перенесут нас на северный материк Нордскол, где правит король мертвых Артас. Из старого нового появится возможность прокачать своего персонажа до 80 уровня, выбрать героический класс персонажа Рыцарь Смерти, отправиться покорять новый континент, где присутствует много заданий, подземелья и существ. Игроки на классических серверах Burning Crusade будут получать на 50% больше опыта. Это даст им возможность прокачать своих персонажей перед началом приключений в Нордсколе. Если у вас нет персонажей, которые могли бы сразу отправиться в Нордскол, вы сможете воспользоваться услугой повышения уровня, которую Близзы начнут толкать за деньги. На серверах Лича будет действовать и общественный договор. Он требует от игроков быть дружелюбными, помогать и отвечать на вопросы новичков в чате по возможности, а также воздержаться от оскорблений, угроз и неприятных комментариев. В общем, духоте там не место. HOKKO LIFE. Релиз 27 сентября. Симулятор фермера, который попытается повторить успех Animal Crossing. Игрок попадает в милую маленькую деревушку, где должен строить новые дома для местных жителей. Дома придется обставлять мебелью, а их хозяев одевать в дизайнерскую одежду. Перед домом можно сделать большой сад, чтобы выращивать овощи и фрукты. Ну а в свободное время можно отдыхать на рыбалке. Moon Scars. Релиз 27 сентября. Приключенческий платформер с элементами экшена и видом сбоку. Под мрачным лунным светом свирепый глиняный воин Грей Ирма сражается движимой одинокой целью — найти скульптора и разгадать тайну ее существования. Вам предстоит расширить границы своих боевых навыков и освоить новые способности, чтобы продвигаться по неумолимому нелинейному 2D миру, сразиться с безжалостной тьмой, которая стремится уничтожить вас. Каждая смерть — это усвоенный урок, и по мере того, как вы преодолеваете каждое испытание, вам будут открываться новые истины. Pathfinder Wrath of the Righteous появится 29 сентября. Классическая партийная ролевая игра с изометрической камере в фэнтезийном сеттинге, работающая по правилам DnD 3.5 с рядом доработок и улучшений. Сюжет не зависит от Kingmaker — это РПГ с новыми персонажами, сюжетом и местом действия. Демоны из Бездны уже столетия атакуют смертных Галлариона через межмировой разлом. Остановить нескончаемую войну способен лишь избранный, собрав отряд верных сопартийцев и возглавив крестовый поход. В новой части игроки получат несколько новых рас и классов — систему мифической прогрессии и еще более эпические приключения. Moonbreaker. Релиз в раннем доступе 29 сентября. Необычная пошаговая стратегия от создателей Subnautica. События игры разворачиваются в научно-фантастической вселенной, при создании которой разработчики тесно сотрудничали с писателем Брэндоном Сандерсоном, автором «Рожденный туманом» и «Архив Буресвета». По мере прохождения вам предстоит собирать отряды из 11 миниатюр и отправлять их в бой. Все фигурки можно раскрашивать. На старте будет 50 видов юнитов, капитаны, члены экипажа и корабли-помощники. Проект предлагает три режима — PvP, PvE и одиночный роуглайк-режим. Основная цель каждого матча — при помощи своей команды убить вражеского капитана. Юниты не привязаны к сетке движения, поэтому могут двигаться в любом направлении. FIFA 23. Релиз состоится 30 сентября. Новая, старая часть серии футбольных симуляторов. В продолжении вас ожидает обновленный сезон с реальной статистикой игроков, геймплейные нововведения и доработанный режим из захватывающей сюжетной истории. Основные геймплейные изменения таковы. В игре появилось улучшение технологии Hypermotion 2. Благодаря ей игра предложит улучшение физики и анимации игроков, а также новую интеллектуальную систему дриблинга, более естественный и плавный переход к удару по мячу, совершенно новую механику ускорений и многое другое. Также присутствует улучшенная физика мяча и реалистичный газон, который будет стираться на протяжении матча. В режиме карьеры будет представлен ряд лиг турниров, включая Чемпионат мира 2022 в Катаре, Женский мировой кубок 2023, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Премьер-лигу, Бундеслигу и Ла-лигу. Там же появится новая система личности, позволяющая определять характер игрока на основе его действий как на поле, так и за его пределами. К примеру, посещает ли тот травмированного партнера или покупает дорогие спорткары. Кроме того, разработчики обещают улучшения разных режимов, вроде Pro Clubs, Vault и в самом донатном режиме Ultimate Team. Главная ПК-версия в плане графики и геймплея наконец-то будет наравне с версиями для PS5 и Xbox Series. В заключение добавлю, что она станет первой игрой серии с поддержкой кросс-платформы. Так, из интересного для себя точно отмечу бету колды Modern Warfare 2, Souls-like Steel Rising, ремейк и ремастер The Last of Us Part 1 и, конечно же, запуск классических серверов WoW для Короля Лича. Интересно будет посмотреть, как они лежат. И вы не поленитесь, расскажите в комментах, в какие новинки Юля будете играть. Также будем рады видеть вас у нас в Телеге и Дискорде. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV, смотрите и играйте вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok